В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в нашем районе проводятся самые разнообразные мероприятия для молодежи. Уроки мужества, часы памяти, автопробеги. Подробности в блоке коротких новостей. В Славянском сельскохозяйственном техникуме в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Овеяна слава и родная Кубань» прошли уроки мужества, на которых студентам напомнили о тяжелых годах войны, о том, как Кубань была захвачена немецко-фашистскими войсками. О трагических событиях того времени. Со студентами агрономического отделения встречу провели представители районного казачьего общества, которые рассказали о том, как сражались четыре казачьи дивизии – две донских и две кубанских – в Великой Отечественной войне, какую роль сыграли в освобождении Кубани от фашистско-немецких захватчиков. Подобные уроки мужества будут проведены и в школах города и района. В Славянской межпоселенческой центральной библиотеке для учащихся 18-й школы состоялся час памяти «Малая земля – земля героев», посвященный 75-й годовщине высадки морского десанта в Новороссийской бухте и образованию легендарного плацдарма «Малая земля». Школьникам рассказали о прославленных командирах – Цезаре Куникове, Николае Сипягине, младшем сержанте Михаиле Корницком. Привели интересные исторические факты об освобождении Новороссийска. Вы, молодое поколение, вы не должны забывать о том, что было. Вы не должны забывать подвиг нашего народа. Не должны забывать подвиг ваших дедушек и бабушек, прадедушек, прабабушек уже. До той поры, пока мы будем помнить эти события, это для нас будет святым. Во время мероприятия для ребят также был организован показ видеофильмов об ожесточенных боях на плацдарме «Малая земля». 27 января в нашей стране отметили памятную и скорбную дату – снятие блокады Ленинграда. Об этой трагической странице истории нашей страны невозможно вспоминать без слез. В преддверии памятной даты в Малом зале городского Дома культуры для школьников был проведен урок мужества, посвященный городу-герою Ленинграду. Очевидцы тех далеких событий, пережившие блокаду, рассказали ребятам о том страшном времени, как приходилось выживать. На сегодняшний день в Славянском районе проживает всего несколько человек, которые были участниками блокады Ленинграда. Это Зинаида Погребенко, Нина Таран, Валентин Шмульлович, Людмила Чернышева. Для того, чтобы молодежь не забывала о героическом прошлом нашей страны, они стараются встречаться с подрастающим поколением и рассказывать им всю правду о войне. Военно-патриотический клуб «Саланг» в станице Анастасиевской провел автопробег, посвященный 75-летию освобождения Кубани от фашистско-немецких захватчиков. Члены клуба и школьники возложили цветы к вечному огню в парке «40 лет победы». Автопробег проводится уже не в первый раз и был посвящен еще одной памятной дате. Приближается дата, 15 февраля 1989 года был вывод советских войск из республики Афганистан. Мы также чтим в эти дни память о наших погибших товарищах. Мы побывали в Забойском, Петровском, Черноевском поселениях, где погибли наши афганцы. Из Славенска на Кубани участники автопробега отправились по местам боевой славы Прибрежного и Маевского сельских поселений.